Встреча с Францией Встреча с Францией Это внушительно и грандиозно, что поражает воображение. В Швейцарии до последнего времени еще не совсем вымерли предания Суворове. Еще совсем недавно жила здесь легенда, а может быть и теперь живет между склонными ко всему чудесному горцами. Будто много лет после смерти Суворова не раз видели его на высях Сен-Гатара, верхом на серой лошади, что в горных теснинах и ущельях верхней рейсы неоднократно появлялась тень седого старика, который огневыми глазами осматривал места, обогренные русской кровью. Но мало того, что швейцарская компания Суворова есть богатый материал для легенды. Эта 17-дневная эпопея есть венец военного поприща Суворова. Он тут сделал все, на что только способна человеческая воля. Субтитры сделал DimaTorzok Вот как все начиналось. Вернув себе Северную Италию, австрийцы хотят теперь освободить свои войска в Швейцарии и перебросить их в Германию. Уход союзников подвергает смертельной угрозе корпус римского Корсакова. По отношению к русским решение венского кабинета граничит с открытым предательством. Павел, надо еще раз отдать ему должное, предоставил своему фельдмаршалу полную свободу действий, в том числе от собственных указаний. В его рескриптах мы постоянно читаем слова «советую», «предполагал бы», «на ваше усмотрение». Однажды император выражается даже так. «Сие предлагаю, прося простить меня в том и возлагая на вас самих избрать, что делать, верьте, что я знаю цену вам». А в Швейцарии, подозрительный, недоверчивый, склонный к ограничению всякой власти, кроме своей собственной, Павел вообще дозволяет ему действовать оттуда, куда и как заблагорассудит. То есть, либо продолжать войну своими силами, либо возвратиться с армией в Россию, предоставив вероломных союзников суду Божьему. Мы никогда не узнаем, какое решение принял бы Суворов. Но пока у него есть задача более срочная. То есть, римский Корсков был поставлен под удар, и весь швейцарский поход Суворова – это уже не помощь союзникам в их войне с французами, а просто конкретное спасение русских войск. Генералиссимус, граф Римникский, князь Италийский Александр Васильевич Суворов никогда не испытывал страха перед лицом противника и подчиненным своим умел прибавить решительности. Как-то раз перед боем с французами... «Красиво идут. Интеллигенция. Пусть подойдут поближе». Полковник союзной австрийской армии упал в обморок, якобы от сильнейшей колики. Увидев такую оказию, Суворов погрустнел. «Жаль, он не будет с нами. Как его оставить?» «Французам достанется. Прикончить надо». «Эй, казак, заколи его». Услышав про такое неприятное лекарство, полковник мигом поборол недух. «Полегче стало? Ну, слава богу. Побудь-ка ты рядом с полковником. Упаси бог, в баталии опять с ним колик случится. Ура!» «Даже не будучи врачом, легендарный полководец мог любому прописать... Ура!» «Нужное лечение от трусости». Поход не задался с самого начала. Как только 7 сентября 99-го года русские войска выступили к Швейцарии, объявились французы, стремившиеся освободить осажденную союзниками крепость Тортону. Суворов приказал войскам немедленно возвратиться. Удостоверившись в этом собственными глазами, французский командующий Моро отступил. Гарнизон Тортоны капитулировал, и 11 сентября 20-тысячная русская армия вновь выступила в Пути. Один этот поступок Суворова и ясно на чьей стороне была приверженность общим интересам, солидарность с союзниками, в конце концов верность боевому братству. Австрийские войска уже сданы генералу Мелосу, который остается в Италии полноценным и самостоятельным главнокомандующим. Учитывая все происки, мелочные придирки и унизительные инструкции венского кабинета, предоставить австрийца своей судьбе было бы, конечно, некрасиво, но по-человечески понятно. Суворов мог просто сделать вид, что не узнал о выдвижении французов к Тортоне. Более того, любое проведление выдвижения русских корпусов в Швейцарию могло нанести вред им самим на этом новом театре военных действий. Несмотря на это, Суворов предпочел быть честным до конца. Ближайшие дни и недели покажут, что венскому совету и австрийским генералам уже было мало дела до своих союзников. Для соединения с корпусом Корсакова австрийские офицеры рекомендовали прямой путь через Альдорф и Швиц. Однако эта диспозиция предполагала полную пассивность противника, существование дорог, которых никогда не было, и снабжение провиантом, получить который было неоткуда. Вообще, как отмечали позднее многие участники швейцарского похода, на всем этом лежала печать какого-то рока. Обычно зоркий Суворов, самостоятельно принимавший решения, в данном случае положился на других. Это при том, что австрийцы уже не раз его проучили. Но, с другой стороны, австрийцы вели войну в Швейцарию уже давно и должны были знать эту страну не хуже французов. Впоследствии Суворов прямо писал, что был введен в заблуждение союзниками и что вся диспозиция была составлена одним из австрийских офицеров его штаба. Скорее всего, это был подполковник Вейротер. Более того, уже после похода в одном из писем эрцгерцогу Карлу он писал, что действовал больше по доверию, чем по убеждению. Ведь эта диспозиция, она же не появилась на ровном месте. Или не спроста, или ниоткуда. Конечно, она появилась в результате, я бы даже сказал, что, наверное, заговора. Был составлен заговор, который был проплачен французами, потому что им это было выгодно в первую очередь. Суворов пересек границу Швейцарии 15 сентября. Восьмого он уже собирался атаковать Сан-Гатар. Но здесь его ждал первый удар. Мулов для перехода через горы должны были предоставить австрийцы. Мелос клялся, что здесь, в Болинцоне, русских будет ждать 1430 голов. В наличии же оказалось ноль, ни одного. Суворов был в негодовании, но делать было нечего. Великий князь первым посоветовал спешить казаков. Стали срочно искать по окрестностям мешки и изготавливать нечто вроде вьючных сёдел. Но это ушло ещё несколько драгоценных дней. Возможно, тогда русские этого ещё не осознавали, но в боевой поход в горных условиях отправлялась армия во всём, в крупном и в мелочах, преданная союзниками. Армия, которой была уготована гибель. Первой преградой на пути следования русских был перевал Сен-Гатар. Никакие человеческие усилия не были бы в состоянии создать столь грозную цепь естественных укреплений. К счастью, диспозицию сражений Александр Васильевич разрабатывал сам. Он отправил корпус Розенберга с обходным манёвром в тыл французам, однако отряд могли разбить или он мог опоздать, что, кстати, и произошло. Поэтому, не доходя до первых оборонительных линий французов в местечке Мотто-Бартола, Суворов послал в горы отряд Багратиона, который должен был ударить по неприятелю с фланга. Остальные две колонны русских пошли в наступление. Солдаты, карабкавшиеся по утёсам и стремнинам, изнемогали от усталости, а французы, воевавшие с не меньшей отвагой, производили губительный огонь, мастерски пользуясь естественными укрытиями. Было четыре часа по полудни. До наступления темноты оставалось часа два. Суворов начал беспокоиться за судьбу Розенберга, от которого не было никаких известий. А ведь под его началом была почти треть армии. Что, если его корпус разбит или находится в отчаянном положении? Суворов приказал штурмовать французские позиции в третий раз. Войска двинулись и почти в ту же минуту, вот на этих склонах, которые в ту осень были уже покрыты снегом, показалась головная колонна Багратиона. Этого французы никак не ожидали. Они поспешно оставили позиции и стали отступать вглубь ущелья. Дело было выиграно. Генерал Клаузевиц, видный военный историк 19 века, пишет, что перевал через Сен-Гаттарт, занятый войсками французского генерала Лекурба, это едва ли не величайшая победа в военной биографии Суворова. В местечке Андермад Суворов соединился с отрядом Розенберга, который добрался туда без потерь. Следующим естественным препятствием, способствующим обороне французов, было узкое ущелье, в которое входила река Рейса и перекинутый через нее Чёртов мост. Позиция французов казалась неприступной. Дорога, которая ведет к Чёртову мосту, проходит через так называемую Урненскую дыру, тоннель которой во времена Суворова был шириной всего в четыре шага. Французы установили здесь пушку и разместили стрелков. Огонь, которым они встретили передовой русский отряд, был столь мощным, что Суворов решил не штурмовать его. В высокие скалы с обходным маневром были посланы 300 добровольцев под командованием полковника Трубникова. А 200 егерей майора Тревогина стали пытаться перебраться вброд через рейсу и вскарабкаться на почти отвесные кручи. Во времена Суворова Чёртов мост, переброшенный над пропастью на высоте 25 метров над водой, состоял не из одной, а из двух частей. Большая арка, как и сегодня, соединяла правый берег с выдающейся скалой Левого, а там, где сейчас видны две малые арки, находилась вторая часть моста. И лишь от того места, где в скале по-прежнему виден алтарь Святого Франциска, начиналась лепящаяся к скалам дорога. Два французских батальона, держащие здесь оборону, были настолько уверены в себе, что они даже не подготовили мост к разрушению. Появление русских егерей стало для них полной неожиданностью. В смятении французам удалось разрушить лишь малую арку моста. По обе стороны ревущего потока разгорелась ожесточённая перестрелка. И тут, в тылу французов, появилась колонна полковника Трубникова. Как только французы отступили, русские бросились восстанавливать мост. Они разобрали ближайший сарай, притащили брёвины и досок и перекинули их через провал. А как их закрепить? Майор-князь Мещерский первым стал вязать доски своим офицерским шарфом. Его примеру последовали другие. Храбрецы начали, помогая друг другу, переходить через пропасть по этим зыбким мосткам. Часть из них сорвалась и разбилась. Кто-то был убит продолжавшими обстрел французами. Тем не менее, через несколько часов эта считавшаяся неприступной преграда была преодолена. Генералиссимус, граф Рынинский, князь италийский, Александр Васильевич Сугоров в заботе о войсках просыпался до первых петухов. В ту пору сержант, присланный с донесением, прискакал в лагерь русской армии. Эй, старик, где найти Суворова? У меня для него пакет от генерала. А черт его знает. Он теперь или мертвецкий пьян, или горлань петухом. Ах ты ж старая... Так как же ты об Суворова и таки... Сержант, обидевшись за командующего, сказал, ты не прав, старик. Не стоит ругать нашего отца и благодетеля. Моли Бога за свою старость. Не хочу об тебя рук марать. Найдя штаб-квартиру, сержант, после некоторого ожидания, предстал перед главнокомандующим. А, это ты хотел поколотить меня за меня же? И легендарный полководец пригласил сержанта отобедать. Около полудня 25 сентября русские войска заняли Альдорф. Здесь их ждало две новости. Одна хорошая, и одна плохая. Хорошая новость. В спешке отступая, французы оставили в деревне небольшой продовольственный склад, который пришелся как нельзя более кстати. Все, что люди несли на себе, уже давно было съедено. Плохая новость была на самом деле очень плохой. Можно сказать, катастрофической. Суворову доложили, что дорога заканчивается прямо за Альдорфом, а дальше добираться можно лишь по водам Люцернского озера, которым безраздельно владели французы. Предполагали ли австрийские составители плана, что русские вплавь разоружат французскую флотилию или без альпинистского снаряжения будут карабкаться по заснеженным кручам, неизвестно. В любом случае, Суворов оказался припертым к стене. Он мог отступить на Сен-Гатар, но спасти корпус римского Корсакова могло лишь движение вперед. Оставалась лишь козья тропа через заснеженный хребет Росшток, предполагавшая карабканье по кручам, трещинам и расселенным. Но люди уже были вымотаны семидневным походом в постоянных боях. Обувь была разорвана, провиант израсходовал. Как писал один из современных Суворово-историков, на его месте из сотни генералов едва ли один поступил бы так, как он. Но на кону была судьба армии и честь России. Войска Суворова брали чертов мост и выходили к Альдорфу, когда с корпусом римского Корсакова произошла катастрофа. Массена подготовил атаку с большим искусством и в глубокой тайне. Русские были застигнуты врасплох, а самонадеянный Корсаков совсем потерял голову. В начавшемся хаосе французы убили, ранили и взяли в плен до 8 тысяч человек, в том числе троих генералов. Армии, на соединение с которой спешил Суворов, больше не существовало. Однако он об этом еще не знал, и своих забот у него хватало. В 5 утра 27 сентября войска Суворова тронулись в поход через горный хребет Росшток. Тропинка становилась уже и круче, а местами на голых скалах и вовсе пропадала. Приходилось двигаться большей частью в одиночку, гуськом, по голым камням или рыхлому снегу. Одежда быстро промокла от дождя, ноги и руки коченели. Люди радовались любому послаблению. Переставал дождь, стихал ветер, отыскивался вдруг хворост для костра, и они приободрялись. Солдат поддерживали своим примером командиры. Великий князь совершил целый переход пешком при авангарде Багратиона. Суворов же постоянно был при передовых частях на виду у солдат. То верхом, то пешим. В какой-то момент, проезжая мимо своих людей, голодных, продрогших, сумрачных, он вдруг затянул песню. Что с девушкой сделалось? Что с красной случилось? Раздался дружный хохот, и солдаты двинулись дальше, как будто после ночного отдыха. Вот еще одно свидетельство участника похода. Офицеры и генералы бедствовали чуть ли не больше, чем солдаты. Генерал Милорадович на биваке съел у одного солдата пригорелую лепешку. Очень ее похвалил и прислал взамен кусочек сыра, половину всего, что имел сам. Солдат сыр не взял, а вместе с товарищами составил складчину по сухарику с брата и все это с кусочком сухого бульона, найденного убитого французского офицера, отнес в узелке к Милорадовичу. Тот поблагодарил и принял на всех своих. К вечеру 16 сентября головной отряд русских вышел к деревне Мототаль. Расстояние в 15 верст потребовало более 12 часов марша. Хвост колонны добрался до долины через сутки. По всему пути оставался страшный след из мертвых тел людей и трупов лошадей. Каким бы отчаянным ни казалось положение русских в Альдорфе, в Мототале после безумного перехода через заснеженные горы, оно стало еще хуже. Войска оказались в западне, запертыми в крошечной долине, оба выхода из которой были блокированы французами. Теперь Суворов был один на один против неприятеля со своей маленькой армией, истощенной, изнуренной в конец, без продовольствия, без артиллерии и, самое главное, без какой-либо надежды на чью-то помощь. Массена был настолько уверен, что армия Суворова обречена, что он пообещал пленным русским офицерам, которые содержались в Швейце, что очень скоро украсит их общество фельдмаршалом и великим князем. Генералы и Константин Павлович разместились в единственном большом здании Мототаля, женском монастыре святого Иосифа. Генерал Суворов спал вот в этой комнате. Постели здесь не было. И раковины тоже. И отопление. Это была совсем простая комната. Я предполагаю, что вот в этом кресле он сидел. И он отдыхал в этом кресле, отдавал приказания. Матушка Вальпурга Моор, мы вот ее видим на этом портрете, записала в этой книге, в этих хрониках, что в то время происходило. Эта книга была начата в 1288 году и закончена в 1945 году. До этого в этой хронике не было записей целых сто лет. А в 1799 году матушка Вальпурга Моор почувствовала, что это она должна записать. И через сто лет она провела здесь черту и сделала записи. Что она видела, что видели другие швейцарцы. Вот отсюда идет рассказ о русских, как их было много. Матушка написала 10 тысяч, а их было 21 тысяча. И тем самым Суворов освободил нас от французов. А те стояли здесь два года. И матушка Вальпурга Моор пишет в этой хронике. Они делают, что хотят. Я больше не хозяйка в своем доме. Эта мать-настоятельница пишет. Для нас это было освобождение. Именно в монастыре Мототаля Суворов узнал о том, что корпуса римского Корсакова больше не существовало. Теперь спасать нужно было тех, кто был под его началом. Военный совет 29 сентября был, наверное, самым драматическим моментом во всей жизни Суворова. Происходил он здесь, в трапезной монастыря в деревне Мототаль. Присутствовали только русские генералы. Австриец Ауфенберг приглашен не был. Суворов построил свою речь так, что с каждым его словом положение казалось все более и более безвыходным. Но закончил он ее так. Но мы русские. Спасите. Спасите честь и достоинство России и ее самодержца. И с этими словами, такого никто не ожидал, он бухнулся перед генералами на колени. Лучше всех эту психодраму описал князь Багратион. Мы все, прямо сказать, остолбенели. Константин Павлович первым быстро поднял его, обнимал, целовал его плечи и руки, и слезы из глаз его лились. У Александра Васильевича слезы падали крупными каплями. Меня трясла от темени до ножных ногтей какая-то могучая сила. Я был в незнакомом мне положении, в состоянии восторженном, в таком, что если бы явилась тьма тьмущая врагов, или тартер с подземными духами предстал передо мной, я был бы готов с ними сразиться. Старый генерал Дерфельден, на которого обратились все взоры присутствующих, нашел нужные слова. Он сказал, что вся армия Суворова, от генерала до последнего рядового, готова следовать за ним, куда он их поведет, чтобы победить или умереть. И тут, как это обычно бывало на военных советах, выяснилось, что план действия у Суворова уже давно был в голове. Он наклонился над картой и начал диктовать диспозицию. Пока авангард русских войск во главе с Суворовым с тяжелыми боями прокладывал себе выход к Гларусу, арьергард под командованием Розенберга ждал нападения главных сил Массена. Битва 30 сентября проходила без участия главнокомандующего, но в остальном по-суворовски. У Розенберга было всего два полка, около 4 тысяч человек. Основные силы он расположил заслоном вот на этом поле перед самой деревней Мототаль. Французы же шли многотысячными колоннами, заполняя всю долину, с развернутыми знаменами под барабанный бой. Но русские солдаты шесть раз стремительно и грозно бросались в атаку. На седьмой раз неприятель дрогнул и побежал. Преследование было яростным. Некоторые батальоны второй линии опережали первую. Французы были объяты паникой. Их рубили и кололи почти безотпорно. В плен они сдавались целыми толпами. Сам Массена едва не был пленен унтер-офицером Мохотиным, в руке которого остался золотой эпалет генерала. И Розенберг действовал безупречно. Его диспозиция была грамотной. Сам он ездил по всему фронту в войск, ободрял солдат, приказывал им не терять времени на пустую перестрелку, а работать штыком. Массена потерял в сражении никак не меньше трех тысяч человек. Только в плен было взято больше тысячи, в том числе генерал и 15 офицеров. Даже после победы прямого тотали русские не оказались в лучшем положении. Все дороги были заняты превосходящими силами французов. Совершив второй переход через горный хребет Прагель, 1 октября промокшие, окоченевшие русские войска вышли к Гларусу. Шел мокрый снег, ведь жилищ с поднимающимися к небу струйками дыма приободрил всех, включая Суворову. Предыдущую ночь они с великим князем Константином Павловичем ночевали в овечьем хлеву. Это первая квартира Суворова в кантоне Гларус. Он с войсками пришел сюда через Клентль, через Клентльский перевал. И 1 октября на несколько часов это была его ставка. Суворов – это личность, которая произвела на местное население очень большое впечатление. Если бы русские пробыли здесь дольше и стали оккупационной армией, я думаю, картина была бы другой. Но все равно, это была армия. Люди голодали и должны были прокормить себя тем, что еще можно было найти. Но русским это простили. Люди говорили, они нуждались и поэтому что-то брали. А французы отнимали все, включая золотые и серебряные вещи. Наверняка во время этой злополучной швейцарской кампании Суворов не раз думал о том, что хуже быть уже не может. Однако, возможно, самое трудное решение в своей жизни ему пришлось принимать не в Вальдорфе и даже не в Мототале, а здесь, в Гларусе. На протяжении своей полувековой военной карьеры Суворов постоянно наступал. Он и сейчас мог попробовать пробиться с боями к остаткам корпуса римского Корсакова и австрийцам. Но австрийцы заботились только о себе. Они постоянно отступали, и где они будут через несколько дней, и будут ли вообще неизвестны. Войска же Суворова были в ужасном состоянии. Патроны на последнем исходе, люди оборваны, боссы. Генерал Рябиндер, один из лучших в Суворовской плеяди, обходил войска в сапогах без подош. И Суворов собирает вот в этом маленьком домике свой последний военный совет. Конечно, генералы приняли бы, как обычно, любое его решение. Но Суворову предстоял выбор между собственной посмертной славой непобежденного полководца и спасением армии от уничтожения. И впервые в жизни Суворов отдает, по сути дела, приказ к отступлению, не думая тогда, что вносит в список своих заслуг перед Россией самую высокую. Было решено отступать через гору Рингенкопф или Паникс на Кур. Тропинка была узкой, но получше, чем через Ростахский хребет. Обогревшись последний раз в этом здании в деревушке Эльм, Суворов вслед за авангардом выступил в путь. Все наши победы, это были арьергардные бои. Скажем, армия уже переходит через Паникс, последний крупный хребет в Швейцарии. А Багратион сражается еще на Гларисе, в предыдущем хребте, пытаясь удержать фронтовых и дать армии возможность уйти. Спуск оказался еще труднее подъема. Люди скатывали скруч, вьючный скот погиб почти полностью. Однако к вечеру войска вышли в долину и на завтра добрались до города Кур, где стояли австрийские войска. 17-дневная швейцарская эпопея была закончена. В Куре войска ждали дрова, хлеб, мясо и даже вино. И в тот же день разрозненные группы оборванных, продрогших, истощенных людей снова превратились в армию. Солдаты принялись чинить амуницию и одежду в себе и офицерам. В лагере слышались веселые шутки и даже песни. Вся горечь прошедших дней была забыта, и по лицам людей уже нельзя было понять, через какие нечеловеческие испытания им только что пришлось пройти. Когда-то кумир Суворова Ганнибал при переходе через Альпу сумел сохранить лишь треть своей армии. Суворов меньше трети потерял, да и то отчасти больными и ранеными, которые позднее вернулись в Россию. Машина-то пообещала, что он в клетке в Париж привезет Суворова. Уверен был уже, что да, все, закончилось, закатилась звезда Александра Васильевича. А вместо этого что-то получилось? Машина сказала, я бы все свои победы, 48 побед, отдал бы за один отписки поход Суворова, применял. По иронии судьбы, за свою самую блестящую победу взятие Измаила, Александр Васильевич всего лишь стал подполковником Преображенского полка, а за свою самую неудачную, как он сам считал, швейцарскую кампанию, Суворов был удостоен Павлом, не существовавшего до него в России, звания генералиссимуса. Это была просто вспышка у Павла, о которой император пожалел буквально через несколько дней после того, как отправил этот рескрипт в армию. А пожалел он, я думаю, сразу же, как только ему донесли, как войска приветствуют Суворова. Суворов ехал в столицу поздно вечером 20 апреля, как бы тайком. Он медленно проехал по улицам до дома Хвостова на Крюковом канале и тотчас же слег в постель. Явился от императора генерал с сообщением, что генералиссимусу не приказано являться государю. Генералиссимус, граф Рынникский, князь италийский, Александр Васильевич Суворов последние дни жизни провел в доме Хвостовой. Своей племяннице по материнской линии Аграфенной Ивановны и мужа ее Дмитрия Ивановича, считавшего себя талантливым поэтом. Басня. Очень хорошая басня. Вот послушайте, Александр Васильевич. Митя, мне нехорошо. Я прочту, и вы почувствуете себя лучше. Басня. Щука Иуду проглотила, от того в тоске была, и рвалась, и вопила. Помилуй, Бог. Рыба вопила. Как называется басня? Щука Иуда. Митя, я, должно быть, скоро помру. Бога ради, не пиши оды на мою смерть. Когда опечаленный Дмитрий Иванович вышел от легендарного полководца, жена встревожилась. Как Александр Васильевич? Очень плохо. Все время бредит. Суворов пробудет между жизнью и смертью две недели. Вокруг него только близкие. Страдал ли человек, который был гордостью России, от внезапной и незаслуженной немилости? Смягчал ли горе, чего последних дней мысль о суетности земных благ? Ведь за образом человека действия и под маской чудака всегда скрывался почитатель-экклезиаста и глубоко верующий христианин. Свидетельство тому он оставил нам сам. Почитая и любя нелицемерно Бога, а в нем и братья моих человеков, никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем временем, бережливо и деятельно. Все сие, образованное по свойственной мне форме, часто доставляло мне победу над своей нравной фортуной. Вот что я могу сказать про себя, оставляя современникам моим и потомству, думать и говорить обо мне, что они думать и говорить желают. Свора скончался 6 мая 1800 года, в половине второго дня. Петербургские ведомости не отозвались на события ни единым словом. Не было даже простого извещения о смерти генералиссимуса и дней его похорон. Тем не менее, печальная весть мгновенно разнеслась по столице. В течение пяти дней все окрестные улицы были сплошь заполнены толпами народа, через которые пытались пробраться сотни экипажей. Быть может, впервые в истории России смерть, встреченная холодным молчанием властей, оплакивалась всей страной. В день похорон 12 мая на всем пути процессии по Большой Садовой и по Невскому до Лавры полководца провожали десятки тысяч петербуржцев. Все балконы, окна и даже крыши зданий были заполнены людьми. Павел все же приехал с небольшой свитой на угол Садовой и Невского. По приближении гроба государь снял шляпу, из глаз у него капали слезы. И все же он тут же возвратился во дворец. Так что при отпевании в Александро-Невской Лавре не было ни императора, ни высших сановников, которые боялись впасть в немилость. Вот здесь, на лестнице, ведущей в Верхнюю Церковь, произошла заминка. Людей столпилось так много, что практически не было места, чтобы пронести гроб. Что делать? Расчищать проход с помощью солдат? Гренадеры, служившие под командованием Суворова, поставили гроб себе на голову и со словами «Суворов везде пройдет». Отнесли его наверх. Осенью 1812 года, перед самым вступлением Наполеона в Москву, из нее выехала дочь Суворова Наталья. Карета была остановлена французским патрулем, который потребовал назвать ее имя и цель поездки. Наталье Александровне ничего не стоило назваться графиней Зубовой, ее бы вряд ли задержали. Но, видимо, характер у нее был отцовский. «Я графиня Рымникская, дочь Александра Суворова, гордой с вызовом», сказала она. Офицер был слишком молод и не мог быть участником итальянской и швейцарской кампании. Однако имя Суворова он знал. Офицер вытянулся в струнку, отдал ей честь и предоставил конвой, чтобы дочь победителя французов могла доехать до места безопасности. КОНЕЦ Редактор субтитров Корректор А.Егорова